В Исокольской области осталось всего 16 ветеранов Великой Отечественной войны, в честь 75-летия победы им всем, кроме нашего безграничного уважения к ним и благодарности, со стороны государства была утверждена единовременная выплата. Более 75 лет назад на полях боев Керимбай Элебесов проявил мужество и выступил против немецко-фашистских захватчиков. Он один из героев, участвовавших в спасении как СССР, так и всего мира от фашизма и войны. Керимбай Элебесов в свои 95 лет встречает юбилейную дату 75-летия Великой Отечественной войны. Ветеран родился в начале 20 века, в 1924 году в Джетегузском районе в селе Чичкан. Когда ему исполнилось 16 лет, началась Вторая мировая война. После 1942 года, когда ему исполнилось 17 лет, он пошел, как и его товарищи, воевать. Четыре года своих молодых лет он провел на полях сражений. Со своими однополчанами проливал кровь на территории современной России, Украины, Белоруссии. Сначала в течение одного месяца и 11 дней освободили Украину, потом Белоруссию, где немцы хорошо расположились. Борьба была упорная, после чего всех освободили и Россию. Два раза получил пулевое ранение. Вражеская пуля не смогла сломить его смелость и отвагу, с которой он сражался до последнего освобожденного от захватчиков города. Все трудности и потери, которые переносили солдаты, ему не забыть уже никогда. Ранение получил и в руку, и в ногу. С пулевым ранением обратился к командиру, спросил, что делать дальше. Он мне сказал, чтобы я бежал через заросли и деревья к своим боевым товарищам, где находились такие же раненые солдаты. У кого-то нет руки или ноги, к тому же не было еды, продукты закончились. А если еду везли, то немцы старались бомбить обозы, тем самым срывая поставку продовольствия. В 1946 году Керимбай Алибесов, опаленный войной, вернулся домой к родителям. Много лет трудился в колхозе. На сегодняшний день Керимбай Ата проживает в Тонгском районе в селе Кызылту. Имеет шестерых сыновей и одну дочь, а также 33 внуков, 73 правнука и 7 проправнуков. Здоровье у отца стабильное, только ноги его немного болят. Видимо, ранение дало о себе знать. Подпитается очень хорошо. Сознание у него не ухудшилось. Мы гордимся своим отцом, ветераном Великой Отечественной войны. В Тонгском районе осталось всего три ветерана. Им, еще остающимся живым свидетелем Великой Отечественной войны и воинам-освободителям повсеместно оказывается внимание и уважение. Кроме того, в этом году в честь 75-летия победы каждому ветерану выделена единовременная выплата в размере 45 тысяч сомов.